Боевое искусство айкидо для всех, уверенно говорят, обладатели высоких данных в этом виде спорта. В доказательство этому на открытом фестивале состоялся мастер-класс. Одна из его участниц Александра с дочкой. У меня ребенок старший, он занимается с 5 лет, ему летом будет 13. Айкидо это, наверное, не только про спорт айкидо, это, мне кажется, это своя жизнь. Нужно научиться себя чувствовать. Мы в нашем безумном ритме жизни, мы забываем про себя, про то, что чувствовать себя мы куда-то спешим, торопимся. Айкидо дает нам возможность остановиться. Мягкость и плавность движений, за которыми стоит сила. Самое главное – найти гармонию в себе, говорит наставник и организатор фестиваля Айкидо Денис Гатаулин. У нас проходит масштабный проект, который называется «Айкидо детям». Это один из лучших проектов Айкидо в России. Он вошел в пятерку лучших проектов, и этот проект поддержан фондом президентских грантов. В рамках проекта мы проводили в этом году, впервые проводили несколько краевых фестивалей. Верещагина, Лысьва, Добрянка, и, наконец, мы приехали в Соликамск. Так, проект «Айкидо детям» нашел поддержку не только в виде президентского гранта. Финансовую помощь для проведения фестиваля в Пермском крае оказала и компания «Уралкалий». И, к слову сказать, мероприятие такого уровня по Айкидо проходит на нашей земле впервые. «Уралкалий» выступает всегда за сохранение хороших спортивных традиций в нашем городе. Ну и сегодня прекрасный гость из Москвы. Это, опять же, подчеркивает статус на сегодняшнее событие, дает возможность нашим участникам, нашим гостям поделиться опытом и, наверное, обрести какой-то бесценный опыт в ходе общения и этих мастер-классов. Мастер-классы для заинтересованных, демонстрация навыков между партнерами. Так называют учеников, отрабатывающих техники Айкидо. Не использовать силу, а применять мягкость и чувствительность тела когда-то решил и Алексей Коротков, а сегодня мужчина-специальный приглашенный гость. Мой первый учитель, сенсей, он сам родом из Конго, приехал в Москву учиться. Он гибан на Дюк Мишель. Айкидо – это, в принципе, высоко координированный вид спорта. То есть, наш мозг работает по-другому. Мы путем всяких манипуляций на татаме, различных упражнений, техник, сложно координированных, разно координированных, мы заставляем наш мозг работать. Алексей не только безупречно владеет техниками Айкидо на интуитивном уровне. Он сам теперь является учителем. В частности, из-за этого мужчина стал обладателем пятого дана по Айкидо. Добавим, в Соликамске также проходят занятия. Подробности можно узнать в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке. Контактные данные на вашем экране.